Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». И сегодня у нас замечательный гость, это один из лучших байонистов современности. Юрий Васильевич Шишкин. Добрый вечер, Юрий Васильевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Эти слова вообще волшебные для меня. Добрый вечер, Гомель. Вы знаете, я давно мечтал сюда попасть. Для меня это сегодня особый день, особое впечатление, побывать на родине, на своей родине. Вы сейчас имеете в виду то, что мама ваша родом из Беларуси? Да, я наполовину чисто кровный беларус. Вот так. Ну, чуть позже подробнее расскажем. Итак, имя виртуозного баяниста Юрия Шишкина широко известно в музыкальной среде. Его знают не только в России и в странах СНГ, но и во всем мире. География гастролей Юрия Васильевича впечатляет. Он объездил практически весь мир. И проще перечислить, где не было его концертов, чем называть имена городов и стран, в которых он побывал. Юрий Шишкин – заслуженный артист Российской Федерации, обладатель Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, а также почетный профессор Шанхайской консерватории. Юрий Васильевич, в гостях у нашего города вы не случайно. Есть для этого замечательный повод, такой как конкурс «Золотая лирополесья». Мы знаем, что вы давали концерт в рамках этого мероприятия, а также проводите мастер-классы для юных инструменталистов. Какие у вас впечатления от нашего областного центра и что можете говорить о конкурсе? Я, по сути, еще ничего не успел увидеть, но уже успел услышать. Хочу сказать, что в самые тяжелые времена славянские народы отличались взрывом талантов. И я скажу, даже при том не очень большом интересе к инструментам баян, дом, балалайка сейчас на государственном уровне, все же, я скажу, уровень игры молодых музыкантов необычайно вырос. Причем вот в средней своей массе, не просто какие-то одна-две звездочки, а в целом среднее звено очень поднялось. Это не только у нас в стране, но также и в России в комплексе. Да, вообще я скажу, вот также и Сербия, Россия, особенно Украина, Белоруссия. То есть очень качественные исполнители приезжают на Кубки мира, приезжают на международные конкурсы и гроздями берут премии. И даже вот профессора нынешние, которые сидят в жюри, приезжают просто послушать, они задумываются, надо идти позаниматься. Это касается и золотой лиры Полесьи. Я уверен, что еще мы услышим по окончании конкурса звездочек. Ну а если сравнивать вот с советским периодом и с современностью, в чем разница? Это действительно талантливее люди, либо уровень игры другой, подходы, другие образования? Я думаю, что это, знаете, как вот эффект сотой обезьяны. Когда их разместили, обезьян, на разных островах. И на одном из островов, и всех их кормили одинаково, но они добывали из земли вот этот батат, картофель. И одна из обезьян на одном острове додумалась его мыть. Она пошла, помыла, другие обезьяны стали это делать. И вот когда это количество моющих батат обезьян достигло 100 особей на одном острове, в этот момент на других островах все стали мыть. Как они сообщали это друг другу? Никак. То есть вот то же самое и здесь. Просто все мы звенья одной цепи, да. И если вкладывает огромная масса музыкантов усилия в том, чтобы накопить мастерство, оно неизменно передается в конце концов. Вот, наверное, мы достигли той точки, когда 100 человек уже обладают особым мастерством. И поэтому юные музыканты, им это передается. Здесь, здесь, в баянах, аккордеонах, домрах. Это мастерство подхватывается буквально. То есть они стремятся уже, может быть, даже неосознанно. Просто к этому стремятся учителя. Ну, сейчас еще помогает интернет. Мы в плане конъюнктуры очень хорошо ориентируемся. Поэтому настал момент, когда большее число юных музыкантов умеет мастерски играть на своих инструментах. То, чего нельзя было сказать вот раньше в мою бытность, когда мы были совсем юными музыкантами, нас было больше играющих наверняка. Но так играющих было очень мало. Значит, и сложнее сегодняшней молодежи соответствовать этому комплексному уровню. Этот взлет от ноля, то есть когда ты только прикасаешься к инструментам, и до обладания каким-то мастерством, сегодня этот вектор гораздо выше. То есть быстрее проходит этот период музыкант юный. Вот и все. Ну, вообще творчество это очень заразно, как говорите. Мы знаем, что в вашей юности вы занимались по 8-10 часов. Да, и это, знаете, еще одна разница между тем, что было тогда, вот лет 30 назад, и сейчас. Тогда мне казалось, что вот до моего профессора, да вот тут рукой подать, я еще позанимаюсь, вот, вот, я его схвачу. А сейчас юным музыкантам, начинающим особенно, им кажется, о-о-о, там где-то небожители, а я здесь, внизу. На самом деле, не так это и сложно достичь мастерства. Есть определенные слагаемые, определенные алгоритмы. Поэтому один из них, это и есть познание своего инструмента, занятие как можно больше времени. Вот мне было 16 лет. Я занимался 12 часов в день. А, невероятное количество времени. Ну, в общем-то, это был рекорд для меня. Для меня и по сей день нормально, 9 часов это вообще не проблема. То есть, в каком состоянии пальцы, когда занимаешься? Вопрос другой, да. Здесь задача играть расслабленно. Даже если ты играешь очень сложную музыку, то есть, чтобы у тебя все умело отдыхать. Вот в этом месте особенно, весь корпус. Ну, по сути, я танцую с инструментом, когда играю, я постоянно расслабляюсь. Это правда, да. Мы были тоже, Саша, на вашем концерте, в этом убедились. Это целое театральное, не знаю, представление. Вы вживаетесь в эти роли, и все видно. Эмоции, которые вы передаете на вашем лице. Где-то вы грустите, где-то, где любовные такие нотки. У вас тоже прям блаженство на лице. Это невероятно. Ну, про лицо я сейчас не ручаюсь, да. Ну, вот, кое-что могу показать. Сейчас прозвучит отрывок из симфонической суеты Шихеризада Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вообще, это особенная музыка, особенного композитора. Музыка, написанная одним из сказочников русской оперы. Композитором, по учебникам которого, о том, как должен звучать симфонический оркестр, написаны книги. И по его учебникам учатся композиторы всего мира. И вот я, в буквальном смысле, запрещал даже думать себе, играть эту музыку. Ведь мы ее знаем с детства. Шихеризада, скрипочка. Все это нам знакомо с детства. Это наша музыка, мы с ней выросли. И вдруг взяться за нее, за эту королеву. Да больше, это целый космос. Естественно, я буквально, знаете, вот то, что люблю, я себя от этого отодвигаю. Я защищаю то, что люблю, от себя самого. От себя такого, несовершенного. Ведь что может дать баян? Пьеса, написанная для симфонического оркестра. И я именно по этой причине старался даже не думать об этой пьесе. Но, видимо, желание пьесы появиться в моем репертуаре, оно оказалось сильнее. Вот она сама пришла. Ведь пьесы, они ведь живые. Особенно такие, великие. Они ведь и сами вправе выбирать музыкантов. Я надеюсь, что я и был избран этой музыкой. Я очень хотел бы быть избран ею. Поэтому мое отношение к ней, как и к каждой пьесе, очень трепетное, трогательное, искреннее. Я все время себя спрашиваю. Музыка, что ты хочешь от меня? Хотел бы, чтобы все задавали себе этот вопрос. Юные музыканты, беря в руки инструменты, прикасаясь к ним. Музыка, что ты хочешь от меня? Что я могу тебе дать? И вот сейчас я сыграю маленький отрывочек из этой симфонической свиты Шикризада. Пожалуйста. Музыка, что ты хочешь? Музыка, что ты хочешь от меня? 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 Браво. И даже как-то без слов. Да. Но ведь она идет 10 минут, а следующая ее часть, которую я играю, она идет 12 минут. Ну говорил же себе, все, все, хватит, стоп, больше не двигайся в сторону Шекрезады. Ну одну часть из четырех сыграл достаточно. Вот руки, вот руки тянутся из сердца. Проверяешь же сердце, любит оно действительно на самом деле или нет. Ведь как оно было с композицией? Положил ноты, Шекрезады, партитуру, ноты все. И проверяешь себе, вот любишь действительно или это так? А ну-ка, взять бы мне пьесу. Я ее... Нет. Люблю. Люблю. Беру и начинаю делать транскрипцию, начинаю писать. И вот очень люблю писать карандашом ноты, потому что вот знаете, буквально с карандаша любовь стекает. Когда я закончил эту транскрипцию вот с этой пьесой, я закончил ее в Польше на подоконнике у своего друга в Варшаве. Я записывал у Куберта Кжижаевского. И когда поставил последнюю точку, я вышел, он меня увидел. То есть все, готово. Он увидел, он понял по моему лицу, что свершилось. То есть это, конечно, огромная часть жизни. Наверное, это великое счастье заниматься музыкой. Заниматься и ею с любовью, с отдачей с полной. Вообще в каждом виде, наверное, и в спорте, и в науке. Неважно, водишь ты машину или готовишь ты пищу в кафе. Это неважно. Главное, что ты это делал с любовью и на полную отдачу. Тогда уже дело, которому ты служишь, оно перестает уничтожать тебя. Оно перестает рюновать тебя к тому, что ты недостаточно отдаешься. То есть твое дело начинает подпитывать тебя. Это очень важно. Поэтому прежде всего я говорю своим ученикам, у меня их немного, и я недавно стал преподавать, но это прежде всего, что я им говорю, научитесь отдавать. Научитесь отдавать. Не то, что нас сейчас учит Кока-Кола, берет жизнь и все. Нет, Пепси, вернее. Научись отдавать. Вот это очень важно. Отдавать свою любовь. И вот ничего не требует взамен. Тогда и музыка сама, ага. Ну-ну, смотришь, да. Вот-вот-вот. И начнется вот это соединение. Музыка повернется к тебе, прикоснется к тебе, в твое сердце войдет. Это очень важно. Юрий Васильевич, вы заговорили об учениках. А как так получилось, что вы стали профессором в Шанхайской консерватории? Вы знаете китайский? Да, нихао. Я на самом деле много лет езжу в Китай, очень много. И, можно сказать, наверное, больше всего я побывал в Китае из всех стран. Хотя, допустим, в Голландии я уже был 18 раз, а в Китае, ну, наверное, более, уже более 30 раз я был в Китае. Почему? Ну, в одной из консерваторий, когда я появился, я услышал следующие слова. В 91-м году я впервые туда приехал, в Китай, и впервые сыграл концерт. Это был Пекин, зал, 3000 мест. И вот я был первым русским баянистом, который привез им академическую музыку. Серьезный репертуар. И вот спустя много лет, спустя, ну да, спустя 15 лет, я в Шанхае, выхожу играть на сцену, выходит проектор консерватории и говорит о том, что мне было 15, когда я с отцом летал на концерт Юрия Шишкина в Пекин, а сегодня он у нас здесь. Наш ученый совет пришел к единому мнению, сделать вас почетным профессором нашей консерватории. В общем, и тут мне вручили, и я еще сыграл после этого. Поэтому вот так я стал профессором. И стал не просто профессором, я приезжаю туда два раза в полгода, веду мастер-классы, курирую программы, выбор программ, готовлю к конкурсам. Как воспринимает вас китайская публика, китайский зритель? Знаете, как сказал мой очень хороший друг, профессор Уфимской консерватории, Рожаб Юносович Шайхуддинов, его многие знают баянисты, как-то он вышел на сцену после моего концерта и говорит, И Юра немножко заикается, ты должен знать, что Уфа тебя любит насмерть. Вот так и получилось, что Китай, вот буквально вот это, спросите любого китайского мальчика, который вот начинающий баянист, кем ты хочешь стать? Он скажет Юрия Фишкина. Если учитывать, что в Китае проживает миллиард человек, то у вас бешеная популярность. Ну знаете, какая бы она ни была там, мне хочется здесь. Я говорю, вот эти волшебные слова, добрый вечер, Гомель, для меня они стоят многих и многих слов в разных странах мира. Кстати, как вам, Гомель? Вы так и не ответили на первый вопрос. Пока не успел увидеть. Я надеюсь, мне предстоит это еще сделать буквально в считанные часы. Юрий Васильевич, ну вы такой талантливый человек, талантище просто. Но родились-то вы в семье совсем не музыкальной, родители были представители рабочих профессий. Как так получилось? Это какой-то врожденный все-таки талант, хотя откуда? Или какой-то кто-то повлиял так? Почему вы стали? Благодаря чему, как вы считаете? И кому? Потому что вроде не родители, не бабушки, не дедушки. Маме. Маме. Мама не музыкант. Как мама сыграла роль в вашей жизни? Она вообще стремилась ко всему прекрасному. Она знала Кармен наизусть всю оперу. Она выросла вместе. Она была мастером легкого женского платья. Поэтому я с детства впитал эти структуры женского тела. Я увидел эту красоту, эти примерки. Она спрашивала у меня, а здесь как? Здесь платочек поставят, здесь. То есть я с детства приобщался к тому, что есть нечто очень высокое, эстетическое, к чему нужно относиться серьезно. То есть малейшая деталь может изменить в лучшую или в худшую сторону. Я к этому тонко стал относиться. И с малички, с юности я стал рисовать. Я стал художником, рисующим животных. Я тоннами бумагу эту истратил, рисовал животных и мечтал быть художником. Но мама решила, что я буду музыкантом. Знаете, тогда в простой среде говорили, да дайте его на баян. Всегда копеечка будет в кармане. Свадьбы, прочее. Простая среда. Так они отдали. В надежде, что вот еще этим будет заниматься. То есть баян должен был быть параллельно, где-то там хобби, как сегодня говорят. Но оказалось все серьезнее. Я вообще не хотел заниматься в музыкальной школе. Очень не любил занятия. Занимался по 10 минут в неделю, что называется. И, собственно, деградировал к концу музыкальной школы. Это я хочу сказать очень ответственно для всех детей, кто сейчас смотрит. Я в музыкальной школе почти не занимался. И поступил в училище буквально с тройкой по специальности. Я еле-еле поступил. И потом я уже почти потратил здоровье свое. Я занимался по много часов, чтобы восстановить то, что я потерял в музыкальной школе. Поэтому не теряйте, занимайтесь сейчас. Потом будет уже поздно и трудно восстановить. Вы потеряете массу времени для того, чтобы восстановить то, что потеряли здесь. Сейчас занимайтесь вот здесь и сейчас. Это очень важно. И мама вкладывала свои силы в то, чтобы я стал музыкантом. А папа ей помогал. Знаете, такой твердой рукой отцовской. Помогал мне стать музыкантом. Я даже знаю, что вы втайне хотели подать документы в Ростовское художественное училище. Имени Грекова. Имени Грекова. Да, так и было. Я готовил документы параллельно. Думал, что все-таки, знаете, само собой рассосется желание родителей, чтобы я стал музыкантом. Не получилось. Меня, в общем, так сказать, со слезами, но меня, в общем, туда направили. С моими слезами. С моими. Ну, из не музыкальной семьи, но зато теперь ваша собственная семья. Это абсолютно музыкальная. И супруга, и дети. Да, так и есть. Дочь, сын. Расскажите. Нормальных нет. Все музыканты, да. Ну, Господь свел меня с Галей, моей женой. Мы вместе учились. Правда, я уже пришел из армии и был такой, знаете, немножко сверху. Что там там? Абитуриенты там поступили. Какой там контингент? Ну, все оказалось гораздо серьезнее, проще. Господь там все продумал как следует. Оказалось, что Галя в пять лет сказала своему мужу своей сестры. Она сказала, вот зачем ты куришь? Он говорит, да, твой муж будет еще не так курить. Она говорит, мой муж не будет курить и не будет пить. Будет музыкантом и будет меня любить. Вот она сказала, пять лет это. Знаете, наверное, там записали наверху, потому что спустя какое-то время она поступила, сама себя привела в музыкальную школу, стала учиться играть на домре, параллельно стала учиться играть на фортепиано. Она закончила по двум отделениям музыкального училища, решила поступать в Москву на пианистку. А я-то баянист. И я в Ростове. Значит, мы не встретимся. Наверху решили, нет, 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 ну-ка, обратно. Она не поступает со слезами, возвращается обратно в Грозный к себе. Она родилась русская, но родилась и выросла там. Через год она пробует поступать как пианистка сюда, к нам. Вернее, она хотела поступать как домристка в Москву, не поступила. Потом решает как пианистка в Ростовскую консерваторию. Ну, она пианистка, я баянист. Мы опять на разных этажах. Мы опять не встречаемся, разные факультеты. И наверху опять нет, 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 никакого фортепиано. И она ломает руку перед поступлением. И не может уже брать октаву. Понимаете? Она вот правую руку, и она не может брать октаву на фортепиано. Остается только домрочка. И она поступает. Опять со слезами она поступает. То есть нас свели. А домрочка и баян? Да, а то мы уже один факультет, все, народных инструментов, все, уже пазлы сошлись. И мы, естественно, стали встречаться. И вот, когда семья образовалась, конечно, первым делом детям образование музыкальное. Это же вообще полезно любому ребенку. Это же одинаково, музыка развивает полушарие мозга. Дети мобильнее, интереснее. То есть вообще, сразу видно, класс в образовательной школе, где занимаются пением, сразу отличается от того класса, где этим не занимаются. Вот, обратите внимание, начальные классы. И дети стали музыкантами, умеют играть на разных инструментах. Дочь у меня пианистка Алла. Она закончила, как и мама, училище по домре и по фортепиано. Но поступила в консерваторию и закончила ее эсперантуру как пианистка. Сын владеет разными инструментами, гитарой и балалайка, и пианист он. Но решил избрать путь компьютером. И вот он программист на предприятии. В общем, вот такая семья. Часто про вашу игру, про ваш репертуар говорят, что вы играете то, что дописано для фортепиано. Большинство произведений. Как это можно объяснить? С чем это связано? Наверное, в прошлой жизни я был пианистом. Наверное, так. Не иначе. Я ведь поступил в музыкальное училище, даже не зная о том, сколько там симфоний у Чайковского, и какие темы у него, или Бетховен, Мостров. Я не знал этой музыки. Просто знал имена и все, как все мои дети. А поступив, знаете, почка открылась, и я стал впитывать, я был прожорлив. Я эту музыку употреблял тоннами. Я не мог даже кушать, не слушая музыку. Я ставил по стенке, и в этот момент кушал, потому что мне надо было напитываться. То есть наступил момент, момент истины, и нужно было превращаться в музыканта. То есть программа, наверное, там, наверху, заработала. Я поэтому и говорю, что, наверное, в прошлой жизни я был пианистом. Меня спрашивают, а в следующий вы кем будете? Один раз меня спросили в Германии. Я сказал, дирижером. Мне спросили, почему? Я говорю, дирижеры дольше живут. Ну, кстати, я скажу, не фортепиано меня учит петь на баяне. А ведь петь именно, вот петь звуком баянным, это очень важно. У пианиста, вот Рихтер, за что я его обожаю? За то, что его звук необычайно певучий на фортепиано. Вот его и расщепить невозможно. Как он это делает? И вот на баяне ведь то же самое. Нужно уметь петь. Только тогда ты будешь нужен, когда ты умеешь петь звуком своего инструмента. Вот сейчас одна композиция, короткая. Это середина пьесы «Веснянка» Виктора Петровича Власова. «Веснянка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне вчера сказали, что возможно это от моей мамы. Ведь Гомельщина одна из самых поющих областей Белоруссии. И я думаю, да почему меня так к этому тянет? Почему я своим ученикам, да почему я во всем мире говорю, учитесь петь. Учитесь петь на инструменте. Есть определенные алгоритмы, как заставить петь инструмент. Вот допустим, твердый аккорд, он не поющий. Смягчить. Вот, вот допустим. Я твердо беру. А теперь я к другому. Видите, чуть позже, чуть мягче. Все, инструмент поет. Так же и на фортепиано, так же везде. То, к чему стремишься, та точка, к которой стремишься, та нота, аккорд, возьми ее позже и тише. И будет петь. Я думаю, что школьники, те, кто учится игре на баяне, без ума от ваших мастер-классов. И, конечно, даже для нас, те, кто не умеет играть на музыкальных инструментах, интересно слушать. И, я думаю, как вы говорите, это применимо даже как всем сферам жизни человека. Конечно, это несомненно. Полезный совет для всех. Но вообще, Юрий Васильевич, многие музыканты задаются вопросом, как стать лучшим или как быть похожим на кого-то. Вот какой бы вы дали совет? Есть четыре очень важные вещи. Первое – это слушать много хорошей музыки в хорошем исполнении. Я даже задам вопрос. Назовите пять великих пианистов. Вот такой простой вопрос. Пять великих пианистов. Пять великих дирижеров. Пять великих вокалистов. Я уже не спрашиваю о том, чтобы назовите пять мужчин-вокалистов, пять женщин. Я говорю, хотя бы вокалистов. Вот с этого начинается музыкант. Следующий вопрос будет о разницу между ними. Можете сказать? Вот между этим пианистом или этим. Вот это и есть разговор музыканта с музыкантом. С этого начинается музыкант. Не просто пианист, аккордеонист, домрист, а музыкант в целом. Итак, первое правило, на мой взгляд, слушать больше музыки в хорошем исполнении. Напитываться ею, чтобы потом из этого багажа брать основы мастерства. Второе – это много заниматься. Ведь ваш инструмент – это способ выражения ваших чувств. И если вы с ним не в контакте, если он вас не понимает, как вы можете выразить что-то? Для меня это часть тела. Очень важная часть моего тела. Он вибрирует так же, как я. Поэтому я провожу с ним очень много времени. Если у меня есть 4 часа свободной времени, я занимаюсь 4 часа. 5 – 5. 7 – я занимаюсь 7. 9 – занимаюсь 9 часов. Мне важно, чтобы он оставался частью моего тела. Третье важное правило – это любить своего учителя. Это очень важное правило. Не приходите с тем, чтобы взять. Приходите с тем, чтобы разбудить учителя. Отдать ему свой интерес. Будьте будильником для своего учителя. Ведь у каждого из учителей есть свой архив, накопленный опыт. Но он не может его отдать каждому. Ведь ты как орех сам. Закрытый. Ты приходишь с этой стеной. Мол, вот вы мне дайте, а я там еще посмотрю, позаниматься мне или нет. Нет, нужно приходить и отдавать учителю свой интерес. Открывать учителя. Открывать его архивы для себя. Чтобы он с удовольствием отдавал тебе знания. И, конечно, мало что может помочь вам зайти на самую вершину, если нет одного очень важного слова. Если вы не способны на одну очень важную вещь. При том, что вы много умеете, много знаете, любите. Нужна жертва. Если вы способны пожертвовать отдыхом, сном, общением с друзьями, семьей, ради дела. Не важно, чем вы занимаетесь. Я не говорю только о музыке. Если вы способны на эту жертву, то ваше дело это оценит. У вас просто не останется шанса, чтобы не взойти туда наверх. Вы там и окажетесь. Но нужна адекватная жертва. Поэтому, если вы способны пожертвовать ради музыки, и вы способны на многочасовые занятия, влюбленность, вот стремление только к ней, тогда вы окажетесь на самой вершине. А каква была ваша жертва? Все, что я перечислил. Юрий Васильевич, а мне хотелось бы отдельно остановиться на третьем правиле, пункте, это отношение к учителям. Ведь у вас такой именитый народный артист России, композитор, замечательный человек, с которым у вас были очень хорошие отношения. Хочется побольше узнать, что он дал в вашей жизни. Как вы вообще расцениваете этот, наверное, подарок судьбы? Я думаю, как подарок. В общем, расскажите о Вячеславе Анатольевиче Семенове. В этом году Вячеславу Анатольевичу 70 лет. Исполнилось уже 29 марта. Но мне кажется, что он моложе меня, знаете. Он моложе меня. Потому что его отношение к жизни, его стремления, его принципы жизненные, они гораздо мобильнее моих, мне так кажется. Я черпаю, продолжаю черпать вот эту энергию необыкновенную его жизни, его взглядов на жизнь. Мы все стремились. И до сих пор я не уверен, что найду у музыканта, который не хотел бы учиться у Семенова, играя на баяне или аккордеоне. Очередь всегда. Очередь из счастливчиков. Вот я думаю, что я хочу. И, конечно, это просто подарок огромный, как вы сказали, поступление к нему. Конечно, прежде всего, Семенов – это высочайшая школа мастерства. То есть все, что ты умеешь, это достаточно применимо в любой музыке. То есть я использую его правила артикуляционные, то есть прикосновения, смены меха, построение формы. Все это я использую каждый раз в своих произведениях. Но еще, знаете, ведь он постоянно тебя выталкивает за границы возможного. Он из инструмента, твоего инструмента, он выталкивает тебя дальше. Раздвигает эти границы возможного на инструменте. Я помню уроки, когда мы говорили только о фортепиано, только о скрипке, только о саксофонах, только о дирижерах. Мы почти редко говорили о баяне. Вообще слово «баян» употреблялось не в том смысле, что «баян», понимаете, вот он говорит «баян», преодолевая эти конструктивные сложности его вперед. То есть «баян» – это было слово там, вот сзади где-то, вот оставить, преодолеть. Баян – это преодолеть его конструктивные сложности, ведь он действительно очень сложный инструмент. И его задача была вывести нас на уровень вообще общемировой. И с этого уровня мы уже не спускаемся. То есть мы все вот в какой-то степени не баянисты, в какой-то степени не народники, то есть не играющие народную музыку. Конечно, у меня в реперторе на час народной музыки, но это не значит, что это мой основной инстинкт, стремление. Я стремлюсь вообще к музыке, ко всякой музыке. Семенов, все его композиции, он еще и композитор, естественно, об этом многие знают, баянисты, он написал музыку, которая необыкновенно органичная. Естественно, и я скажу даже, она необыкновенно жизнеспособна. Он, занимаясь с нами, все время привязывал то, что мы делаем к жизни. Ну это же Юра, ну это не как в жизни. Ну посмотри, вот он, она, да, как идет, вот смотри, какой у него возраст. Вот ты играешь за сколько ей лет. Ну, ну сделай, ну помоложе сделай немножко, ну как? Я говорю, а как? Ну за счет агогики более такая та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Более кокетливая агогика. Ну что ты, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну ей уже за 50. Ну сделай, то есть, чтобы все было как в жизни. И все его композиции, они тоже, вот, допустим, я сейчас играю марш солдатиков, вот, он написал для детей, но в этом марше прямо вот и хождение, вот, как маршируют солдаты, прямо как барабан стучит, все как вот, ну, все как в армии. КОНЕЦ Шиковно, шиковно, коли говори по-белорусскому. Чтобы они шли, как солдаты, ведь очень важно, как именно это изобразить, потому что можно изобразить, вот, это другое, чем, поэтому, то есть, тут движение само должно быть медленное, а в конце пальцами, то есть, само не быстрое движение, а вот, а возврат очень быстрый, то есть, все это опять от жизни, опять от жизни. У меня была композиция, где нужно было изобразить сон, это не из Семенова композиция, финского автора, но ведь меня учили, чтобы было все как в жизни. И вот там написаны ноты, там написано так. Разжим и жим одинаково, восьмые ноты. Я послушал, как спят люди, ведь они не спят. Человек спит раз, а на выдох два. Понимаете? И я стал прислушиваться, то есть, получается, верно будет так. То есть, так же правильно. Да. Ну вот, то есть, все от жизни, это школа Семенова. Невероятно, я это слышу впервые, да, все от жизни, и все ваши примеры. Ну, если вечер удался, так сказать, хорошо, пожалуйста, с друзьями, то можно и на три выспаться. Вообще-то. А потом бывает затяжной и резкий вздох. Да. А я так и играл. То есть, один из вздохов у меня был такой, я... Так и делал, да? Вот именно как в жизни. То есть, каждая нота пропущена через сердце. Ведь есть такая фраза, возьми слово, как нить, белую нить, и пронеси ее через свое сердце, чтобы она стала красной от твоей крови. Вот я слышал эту фразу от Алисы Френдлих, великой актрисы нашей. И вот эти слова мне так отозвались, они в душе, эти слова. Так и с нотами, возьми ноту и пропусти ее через сердце, чтобы она стала красной от твоей крови. То есть, дай ей ноте, отдай ей свое сердце, отдай ей свою кровь, напитай ее собой. И получается, что смысл-то в чем? Звук — это ты сам. Твой звук — это ты. Твой звук не может быть другим. Он может быть таким, какой ты есть. Если ты пустой, звук будет пустым. Если ты человек не в ладу с собой, такой будет звук. Вопрос-то один остается — работать над собой. Тогда звук будет в порядке. Напитывать себя, следить за собой, корректировать себя, искать красоту внутри себя, тогда будет красота в звуке. Юрий Васильевич, вы говорили о том, как пишете транскрипции, да, карандашом, и прямо вот излучается любовь из этого оловка. Как работал ваш учитель Семенов? Как он работает? А так же работает. Тоже так, да. То есть у него тонны этой нотной бумаги, и он постоянно об этом говорит, он переживает это все. И я прихожу, я весь поддаюсь этой вибрации. Меня же так вот колотит, когда он рассказывает о том, что он сейчас вот ищет, ищет, и не может найти. Как же найти этот финал? Просто вот никак не может он найти. Какая-то должна быть цель, вот какой-то образ. Вот это все. И я знаю точно, что процентов 60 бумаги, материала вообще, написанного, остается вне рабочего состояния. То есть он выбирает, он, так сказать, очищает от плевел самое-самое ценное, он оставляет. За это я, конечно, боготворю своего учителя, за вот это стремление к истинному, к высокому, к... Он говорит, режу по-живому, но если понимаю, что это не нужно, я отрежу этот эпизод, этот мотив, то есть оставлю только самое ценное. Вот, насколько мне известно, в учебных заведениях музыкальных все-таки, наверное, больше учат понимать музыку, нежели ее чувствовать. Вы когда начали чувствовать музыку? С тех же лет? Либо все-таки это пришло уже, когда вы состоялись? Я это помню, я помню этот день, я помню эту секунду, когда я стал ее чувствовать. Я стал чувствовать на третьем курсе училища музыкального. Я точно помню этот момент. Я разбирал первую часть пьесы «Канцерштюк» Карл-Мария фон Вебера. И там начальные такты, вообще музыка о том, что супруга рыцаря, крестоносца, отправила, проводила своего мужа на битву, и вот она стоит в замке, наверху, на вершине замка. И вот эти печальные мысли, момент расставания одолевает ее, и она вот вся в смятении. Это такая красота в музыке. Я, честно говоря, до этих пор, когда открыл ноты тогда, я не знал, что музыка может быть такой красивой. И вот эти такты, их всего 8 тактов первых, которые как раз рассказывают об этом состоянии. Я не играл эту пьесу давно, вот уже лет, наверное, 30, но я ее помню. Помню это состояние. Сейчас попробую сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok И вот этот момент, я начинал играть. Все идет хорошо, но почему-то музыка так глубоко в сердце у меня вошла. А когда возник вот этот шестой такт, вот это... Вот это... Я помню, от этого уменьшенного аккорда у меня слеза потекла. То есть я не представлял, что музыка может быть такой красивой. И это сердце мое задрожало. И ноты задрожали. И вот этот момент, я понял, что я родился как музыкант. Теперь я могу сказать это. В тот момент я родился. Юрий Васильевич, но в вашем репертуаре, как русская классика, зарубежная, это и композиции Вячеслава Анатольевича, и транскрипции. И джазовая, и очень современная музыка, самая-самая-самая современная. И с оркестром пьесы. Что вы любите, да, в своем репертуаре? Как бы что включается? Нельзя говорить. Да, я... Нельзя говорить, потому что пьесы ревнивы. Если я скажу, вот, я люблю это, а не люблю... Не-не-не-нет, я люблю то, что сейчас играю. Вот я каждую пьесу... Я никогда ее не сравниваю с другими пьесами. То есть вот то, что я играю, я люблю очень. Вот в этот момент. Потому что бывают периоды увлечения. Вот любишь именно джазовую музыку, я много ее играю. Именно народная музыка, целые пласты, да? Или композиции, написанные очень современные. Или транскрипции зарубежной музыки, западноевропейской. Или русской. То есть, нельзя сказать, каждый раз вот куда сердце ведет. Господи, веди мои стопы. А знаете, что еще хочется сегодня услышать? Что-нибудь такое русское, душа, народное. Пожалуй, нет. Нет? Дело в том, что, чтобы играть, должно быть... Она должна жить здесь внутри. А сейчас я ее вытеснил для композиций, написанных для асимфонического оркестра. И поэтому сейчас я просто... Где там, да? Такого не происходит. За что знаете, как запрос в компьютере? Ага, я очень искренне, да, очень искренне. Мне надо подготовиться. Помню передачу на радио с Пуговкиным, актером нашим, знаменитым актером. И он говорит, мне звонят, говорят, вы можете почитать Пушкина? Вот сейчас, буквально через 6 часов приехать. Он говорит, подождите, могу. Но через 6 часов? Да, через 6 часов? Нет, значит, я не могу через 6. Мне надо... Ну, дня 3. Чтобы... Как? Дня 3, я помню, что на мгновение... Дня 3 вам надо? Да пришли, да я... Нет, вы знаете, кому-нибудь из молодых возьмите. То есть, вот это трепетное отношение. Человеку надо дня 3, чтобы войти в состояние стихотворения. Юрий Васильевич, ваш зритель, он отличается в зависимости от географии, расположения города, страны? Есть какая-то разница? Либо все-таки зритель везде один? Шишкинский зритель, есть шишкинский зритель. Он остается моим после моего концерта. До концерта ко мне приходит любой человек. Моей публики нет. Приходит... Ну, кто пришел, тот пришел. Я всех люблю. Я со всеми общаюсь на том языке, на котором я говорю. Но здесь одно условие. Многие боятся публики. Почему? Потому что не очень любят то, что делают. Я понимаю, что если я люблю то, что я играю, это полюбить зрителя. Если я это люблю на 90%, 10% все испортит. Я должен любить на 150%. Тогда и слушатель будет под влиянием вот этой моей любви. Он поймет, что я был искренен. По крайней мере, я был искренен. Если не выйдут, будут ругать. Ну, так ничего и не сыграл нам, чтобы мы поплясали, да? Такое тоже есть. Громче там! Или... Раз эпоху сыграть. Да я и играю, раз эпоху эту. Помню, как-то... Вот вы, кстати, о народной музыке, да? В Шереметьево. Идти с баяном и таможенник мне... Это еще тогда, в советские времена, когда не было кабинок. Она мне говорит, это что у вас? Я говорю, баян. Не будешь продавать? Так, ну, я в моем инструменте. Я говорю, да что вы? Я начинаю рассказывать. Она говорит, да ладно, сыграйте. Я говорю, сыграйте. Да, сыграйте или не пустим. И так, а что скажешь таможенник? Вот таможенники. Я говорю, ах так, раз, раскупурию баян. Вот как сейчас. Я говорю, ах так, раз, раскупурию баян. После этой игры даже паспорт. Наверное, вас и не попросили. Да, так она и сказала. Она и сказала, вы езжайте. Все, поставила, говорит, можете продавать его. Что делать здесь с ним? Такая счастливая. А народ там со всех сторон. А я на баяне это играю. Ну, я же солист ансамбля песни и пляски «СКВО» Северо-Кавказского военного округа. В армии я служил в ансамбле. И поэтому, конечно, для меня это сыграть. Так сейчас. Ну, как кому тут сыграть? То есть, это школа огромная была, конечно. Народной музыки, ансамбли военные. О-о-о. Я думал, что я там... Ну, после армии я думал, что я деградировал. На самом деле, да. Как академический исполнитель, да. Но вы знаете, когда пляска идет 15 минут, это... И вот это пальцы закалкают. Да я сейчас ничего не боюсь. Просто после этого... Вот видите, во всем есть свой плюс. Казалось бы, ну вот минус. А на самом деле, это потом переплюсовывается. Это потом. И я уже поэтому понял, что ко всему надо относиться, вот как оно есть. Да. Что Господь лучше знает, как, в какую ситуацию тебя вкрутить, винтить, поставить. То есть, ко всему я отношусь очень философски. Ни о чем не жалею. И вообще стараюсь доброжелательно относиться к любой ситуации. И вы не капризны. Вы не требуете... Абсолютно. А ваши работоспособности, это ваше природное, либо все-таки приобретенное? Наверное. Наверное. Я, кстати, почему играю Расыпуху, сейчас вот Расыпуху Виктора Гридина, этот отрывочек я сыграл, потому что мне не надо ее доставать из архива. Я сейчас ее готовлю в дуэте со своей ученицей Анной Кришталевой, аккордионисткой. Главляет международных конкурсов. То есть, я думаю, что это одна из будущих звезд нашей сцены баянной аккордионной. Один из моих учеников, Павел Масюк, он говорит, Юрий Васильевич, ну как так получается? Можете мне написать, Павел, занимайся, вставай, иди, трудись, чтобы я над кроватью. Я повесил, он рассказывает друзьям и говорит, что ну я так не могу, вот он почти не спит. Часа два-три поспит, идет заниматься, четыре-пять максимум, пять часов спит, идет заниматься. Я так не могу. А ему говорят, ты понимаешь, мы тебя расстроим. Так никто не может. Не волнуйся. Просто я думаю, что у Павла моего, у него сейчас открывается, вот только открывается, это знаете, вот, как сказать, невозможно не заниматься. Вот это слово, это фраза, невозможно не заниматься. А когда тебя подталкивают, выносят буквально из постели. Павел купил новый инструмент Юпитерса с голосами Гусева, стал третьим на Кубке мира среди всех аккординистов, третью премию взял. Сейчас вот, знаете, вот так вот, сейчас у него скорость. Я уверен, что Масюк, это имя мы еще услышим очень-очень-очень-очень скоро. Вы сказали, что учеников немного, но они уже вот подают такие надежды, чтобы на них... Еще как, вот моему Петру Яриненко, 14, да, 13 лет ему, да? 13 лет он играет мой репертуар. Вот этот, конечно, Шчук Вебера, о котором я о нем говорил, это 18 минут музыки. Он играет ее целиком. Он играет Санату Семенова первую целиком. Он играет массу композиций, там, и «Осенний сон» Шендерева. Я не знаю, это труднейшие пьесы. И технические, и все, и философские. В целом, в комплексе, я думаю, что это одно из моих продолжений. Главное, не количественно, а качественно взять, правда? Да, я стараюсь с учениками быть другом. И мы, в общем-то, не говорим на разных языках. Я с них спрашиваю так, как с себя. И они это понимают. По крайней мере, через какой-то период времени очень даже начинают понимать меня. Мои требования музыканские. Требую искренности, отдачи. И также даюсь во время работы с ними. Юрий Васильевич, настоящий успех к вам пришел после конкурса «Кастальфидарта». Насколько я знаю. Где было более тысячи или тысячи участников, и вы стали лучшим. Как вообще тогда, в советское время, это воспринималось? И помните ли это событие? Какие впечатления? Я бы назвал даже не «Кастальфидарта». Кстати, наверное, там ошибка не тысячи. Там никогда не бывает много участников. Но это очень ответственный конкурс, один из сильнейших в мире. Я помню конкурс в Ворошилограде, теперь Луганск. Вот это стало вершиной моей конкурсной карьеры. Когда, по-моему, там 57 участников было из всего Советского Союза. Это второй всесоюзный конкурс баянистов-акардинистов в городе Ворошилограде. 1984 год. И вот, знаете, все такие, как я. Вот с такими амбициями, с такими программами. Один конкурс, только я не помню. Первый тур, по-моему, шел почти неделю. То есть мы играли. Это что-то было кошмарное. Ну, там не неделю, конечно, меньше. Но для меня это было, как вот неделя. Я потерял вкус, запахи. То есть мы жили в спартанских условиях. Знаете, вот просыпаешься с этой ноющей внутри болью, что вот тебе идти, скоро идти. И второй тур. Потом третий тур с симфоническим оркестром. То есть это испытание было на выдержку огромное. То есть немногие прошли его, это испытание. Но, вот, допустим, его прошел Владимир Мурза, который ныне сидит в жюри «Золотая Лера Полесья». Мой близкий друг, наверное, я даже сказал бы, это мой брат музыкальный. То есть ближе человека в музыке у меня нет из моих сверстников. И вот мы с ним вместе бились там. Бились потом и в Клингентале. Но вот этот конкурс, варшавоградский конкурс, он определил очень много тогда в моей жизни. Я понял, что я могу. Вот этот интернет, вот этот нет, это сеть нашей дружбы. Когда мы начинали, мы были все юные. И сейчас, оставшиеся из той поры соперников, теперь занимают важные посты во всем мире. Кто-то ректор консерватории, кто-то организует фестиваль в разных странах. Мы знаем друг друга. Мы, о, варшавоград, да, а, конечно, да, привет, Зоран. То есть, о, Андрей, привет. То есть, мы знаем друг друга. Вот поэтому я пожелал бы всем, кто участвует в конкурсах, уважайте своих соперников. С вами им потом общаться. Вам с ними общаться в будущем. Вы будете посещать фестивали друг друга. Вы будете вместе делать концерты, строить их. Ищите сейчас возможность общаться и дружить. Юрий Васильевич, к сожалению, время неумолимо пчется вперед. Но у нас для вас заготовлено еще несколько таких коротеньких вопросов. И таких же ждем коротких ответов. Блиц-опрос, так сказать. Итак, первый вопрос. Когда мне было 18 лет, я не знал, что... Что вы не знали 18 лет? Что Россия лучше всех. Отлично. В любом возрасте мужчина украшает... Служение делу. Когда я беру в руки баян, я чувствую, что... Я люблю. Замечательно. Мое самое слабое место это... Быстро принимаю решения. Слишком быстро порой. То есть это как-то все-таки вредит. Вредит. Не всегда. Слишком быстро принимаю решения. Иногда. Самым тяжелым решением в моей жизни было... Отказаться от чего-либо. Такое часто бывает. Отказаться от чего-либо. Если бы я мог сделать чудо для своих детей, то я бы сделал... Я бы не ругал так их. То есть вы строгий отец. Я был строгим отцом. А так и не скажешь. Я уже достаточно зрел. Чтобы? Чтобы... Не обманывать самого себя. Какой прекрасный ответ. Если бы на мой концерт пришел один зритель, то я бы... Играл так же, как для тысячи. Когда мне исполнилось 50, я понял, что... Пора отдавать. Максимально на 100% отдавать. То есть пора быть педагогом. На какой инструмент я похож? Такого нет инструмента. Думаю, что все-таки может быть близок к человеческому голосу. Больше всего я люблю... Восхищать. Спасибо. Замечательные ответы. Я думаю, что было интересно не только и нам, но и нашим телезрителям. Огромное вам спасибо. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. У меня жуки дрожат от таких вопросов. Это тоже нам комплимент. Мы желаем вам творческих успехов. Также зажигать сердца людей и дарить любовь через такой замечательный музыкальный инструмент, на котором вы играете. Спасибо. Юрий Васильевич, огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Настолько душевно, поучительно. Просто вот низкий поклон вам. И всего вам самого лучшего. Пусть Господь и дальше не выделяет вас всем, чем, что Он вам уже дал, и еще больше. Пусть все будет хорошо у вас. Я буду заниматься. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» был заслуженный артист России Юрий Шишкин. Мы желаем вам приятного вечера. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok